К другим темам. Если вспомнить школьные годы, журнал всегда был особенным вещдоком. Носить его доверяли самым ответственным ученикам. Но время от времени журналы все-таки терялись. Кто-то при этом радовался, а кто-то из отличников сожалел. Теперь-то он точно никуда не денется. А почему, подробнее расскажет Татьяна Трофимова. Замазать двойки в журнале или дневнике больше не получится. Оценки на бумажном носителе уходят в прошлое. Теперь в школы проникает электронный контроль. Родителям следить за успеваемостью детей помогает всемирная паутина. Электронные дневники и журналы впервые начали внедряться в Чебоксарах в 2007 году. Первопроходцем стала гимназия номер 5. Проект был пилотный не только для республики, но и в целом для России. На сегодняшний день почти половина школ города, это около 25 образовательных учреждений, перешли в систему электронных дневников и журналов. Школы города реализуют два проекта, это NetSchool и Дневник.ру. У каждой информационной системы есть свои плюсы. Каждая школа, образовательные учреждения вправе выбирать самостоятельно ту или иную систему. Примерно пропорции половина на половину. Пятая гимназия уже около шести лет работает в информационной системе NetSchool. А первая гимназия города Чебоксара выбрала Дневник.ру в 2009 году. На сегодняшний день к этой информационной системе подключены практически все учителя, родители и педагоги этого учебного заведения. Дневник.ру нам оказал намного проще в своем внедрении. Когда мы начали его внедрять, он у нас достаточно быстро пошел и мы на нем остановились. Каждый учитель создает еще свою методическую копилку, где выкладывает как домашнее задание в виде отдельных файлов для учеников, так и задания уже более старших, различные электронные методички, которые создают сами, чтобы ребята могли их дома посмотреть. Система электронных дневников активно развивается во всех школах России. Сделано это для того, чтобы родителям было проще следить за успеваемостью детей. Но родители отмечают и другие плюсы электронных дневников и журналов. Для меня, как родители, конечно, введение электронного дневника в школе, это, несомненно, очень большое преимущество для нас. Потому что мы имеем возможность участвовать и наблюдать за учебным процессом, оперативно узнавать информацию. В классе происходят постоянно какие-то мероприятия. Мы, как родители, не всегда имеем возможность присутствовать на них. Классные какие-то дни рождения, какие-то праздники. Учитель фотографирует наших детей. И нам, родителям, удобно то, что нам не нужно приходить в школу, носиться с этими флешками. То есть мы можем сразу из дома зайти в интернет и посмотреть эти фотографии, сразу закачать себе, сохранить. Так что это экономит и наше время, и время наших учителей. Главное, сами ученики довольны переходом на безбумажный формат. Ученики могут из дома контролировать свою успеваемость и понять, по каким предметам лучше приложить больше усилий, чтобы в итоге вышла положительная оценка. Чаще всего я захожу на садию Некру для того, чтобы посмотреть домашние задания или, например, посмотреть какие-то школьные объявления. Это очень практично и для нас, и для родителей. Мы можем, не выходя из дома, смотреть наши домашние задания, например, если мы не успели записать в классе. И средний балл, и вообще наши оценки. Я считаю, положительная часть дневника.ру в том, что если какой-либо ученик, участвуя в спортивных соревнованиях или математических олимпиадах, или олимпиадах по другим предметам, может потом зайти на этот сайт и получить те материалы, которые он пропустил во время учебной программы в самом классе. Постановлением правительства Российской Федерации определена дата – 1 января 2014 года, когда все школы должны перейти на электронный формат. К этому сроку все преподаватели должны научиться пользоваться электронным журналом, а все учащиеся – электронным дневником. В Управлении образования города Чебоксара говорят, что за это время еще половина школ столицы успеет перейти на безбумажный формат. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.